Предпоследняя остановка для 26-го экипажа команды G-Drive Racing после блестящей победы в Остине. Десятая для российской команды. Эта гонка у них складывается не так, как они хотели. Напомню, что тогда экипаж Русинова, Бёрда и Канали сократил свое отставание от гонщиков KCMG, Мэтью Холсона и Ричарда Бредли. До 14 баллов здесь они надеялись продолжить отрываться, но пока что не удается. Ну и напомню, что к KCMG здесь вновь присоединился заводской гонщик Porsche Никтанди. К счастью, без контакта обошлось здесь у прототипа команды G-Drive, но едва здесь одна из машин нашей российской команды не стала жертвой ошибки со стороны Марку Соренсона. Роман Рустинов сейчас принял смену за рулем 26-го экипажа и он сейчас возглавляет эту гонку. Впереди Ричарда Бредли из KCMG на третьем месте, по-прежнему, Синотек Альпин. Вансан Капилер находится за рулем. Ну и на четвертом месте еще один экипаж нашей команды G-Drive Racing. Там смену продолжает сейчас Густаво Якоман. Первую пятерку замыкает Лежье GSP2. Класси GTM по-прежнему на первом месте. 77-й экипаж команды Dempsey Proton. Напомню, они были вторыми в Лимане. Класс ЛМП-2 здесь на перепозиции. Сейчас наш Роман Рустинов. Напомню, что на предыдущем этапе 19 сентября в Америке в гонке 6 часов осени. Наш российский экипаж тогда одержал уже 10-ю победу в истории команды G-Drive. Но автомобили категории GT на одном комплекте резины и на одном топливном баке. Мы посмотрим, где они вернутся обратно на трассу. Здесь же у нас намечается сражение в категории ЛМП-2. Роман Русинов против Ричарда Брэдли. G-Drive против KCNG. Еще раз напомню, что на предыдущем этапе в G-Drive одержали уже 10-ю победу в истории команды. И таким образом Роман Русинов становится одним из самых успешных гонщиков. В истории чемпионата мира по автогонкам на выносливость мало кому удавалось одерживать здесь только же побед. Здесь не может потягаться только Джан-Марей Бруни по этому показателю. Сейчас за рулем находится Крис Каминг, гонщик из Канады. И здесь сражение за первое место в категории ЛМП-2. Роман Русинов против Ричарда Брэдли. И Ричард Брэдли, к сожалению, сейчас для нас выходит на первую позицию, которую он отбирает у Романа в шестом повороте. Очень напряженные сейчас в боксах команды KCNG. Но в Азии в какой-то степени все гонки для них домашние. Но по-настоящему домашним этапом, конечно же, для них будет следующий этап. Гонка с шесть часов в Шанхае. Разница в турнирной таблице между Брэдли Холсоном и гонщиками 26-го экипажа российской команды G-Drive Racing. Русиновым Бёрдом и Канаде на полне было 14 очков. И здесь очень надеялись в G-Drive Racing сократить это отставание. И в машинах Арика 05 будет выступать новая совместная команда Ардена и Йоты. Смотрим еще раз. Здесь была первая атака и почти до контакта дошло здесь у Брэдли и Русинова. Русинов здесь Брэдли, я бы сказал, немножко пощадил. И не стал доводить все до столкновения. Затем сражение продолжилось уже в повороте 100-Р, после этого в шпильке шестого поворота. Но все-таки Ричард Брэдли к радости своих механиков. И, к сожалению, для нас, друзья, для российских болельщиков смог сейчас отобрать первую позицию у Романа Русинова. И, значит, на 7 очков сейчас он еще виртуально увеличивает до 21 балла преимущества в чемпионате. Но Роман Русинов не сдается. И мы верим, что Роман еще сможет что-то противопоставить в оставшиеся 50 минут этой гонки. В сражении с прототипом команды КСМГ. Ну а пока, друзья, мы совсем ненадолго прервемся. И затем вернемся обратно в прямом эфире на Евроспорте, на трассу Фудзи. Оставайтесь вместе с нами. Близко к завершению гонка шестого этапа 2015 года ФАЭВЭК. Чемпионаты мира по автогонкам на выносливость. И вновь кадры сражения Романа Русинова и экипажа КСМГ. Ричарда Брэдли за первую позицию в ЛМП-2. Но ждут их, еще ждут финальные пистопы в этой гонке. Также напомню только что на остановках убывали оба экипажа Ауди. И после пистопов восьмерка Ауди вернулась обратно на третью позицию. Но посмотрим все-таки, уступят они семерке или нет. Сейчас между двумя машинами 29,5 секунды. Здесь сейчас вновь намечается атака Роман Русинов против Ричарда Брэдли. Роман Русинов не сдавался. Я говорил об этом, я говорил, что он еще вернется. И вот он здесь сейчас уже по сухой траектории. Очень близок Роман Русинов к машине команды КСМГ. Как еще раз не вспомнить их прошлогоднее сражение. И в этом году действительно очень интересная борьба. Две разные команды, разные шасси. И что же здесь пытается воспользоваться круговым гонщиком. Сейчас наш российский гонщик. Ждрайв Рейсинг сражаются за возможную 11-ю победу в истории команды. Но пока что Порше воспользоваться не удалось для того, чтобы вернуться обратно на первое место. Борьба очень напряженная, очень интересная. Ух, здесь на поребрик немножко наезжает Роман Русинов. Но использует все свое мастерство для того, чтобы удержать машину на трассе. Тридесятые секунды сейчас лишь между двумя машинами. Ну и что же, здесь сражение продолжается. Машина, на которой сейчас все равняются. А здесь атака Романа Русинова по внешнему радиусу. Очень красиво. Роман Русинов вернул себе первое место. Но затем слишком широко выехал на поребрик. И за машина Мате Бэша. И все-таки обратно откатывается сейчас на вторую позицию. Но явно Рома сейчас быстрее. И все, конечно же, мы болеем за нашего российского гонщика. За нашу команду. G-Drive Racing. Роман Русинов продолжает атаковать. Очень сложно, конечно же, приходится здесь в трафике. Сложно еще и с той точки зрения, что за пределами сухой траектории. По-прежнему сырой асфальт. 17-й кипаж Porsche у нас тем временем, естественно, выходит сейчас на первое место. Потому что они еще не останавливались. Но после финальных остановок вернется на первой позиции 18-й кипаж. Но контакты здесь заходят на торможение. Рискует буквально всем Роман Русинов. И теряет он сейчас стекло передней левой фары. Но, к счастью, сама фара не разбита. Так что можно не менять носовой обтекатель. Но, как бы это ни сказалось негативно, на балансе машины Лежье GSP2. Тем более, что многие гонщики отмечали походы этого уикенда. Правда, в первую очередь из класса LMP1. Что очень сложно приходится из-за недостаточной поворачиваемости. Которые все равно в той или иной мере страдают. Прототипы на третьем секторе. Где большую роль играет механическое сцепление с трассой. Много узких и медленных поворотов. Вот как это было. Очень жесткая борьба здесь. Мы видим, вынужден был уворачиваться от этого сражения. Сражение Рихард Литц, лидер чемпионата в классе GT. И мы видим, насколько здесь Роман Дюма и Марк Ли были впечатлены этим сражением. Которое нам действительно подарили сейчас Ричард Брэдли и Роман Русинов. Брэдли сейчас побывал также на финальной остановке. Ну а Роман пока что остается на трассе. Ну и что же. На рестарте у нас будет интересная борьба. Но может быть, стоп Романа Русинова остался вне поля нашего зрения. Однако, похоже, все-таки последняя остановка Уджедраева уже была. И они продолжают бороться до финиша. Вот те самые обломки сейчас убирают здесь комиссары, которые были вызваны и которые появились на трассе после этого инцидента. В очень плотном сражении Романа Русинова и Ричарда Брэдли. Похоже, очень сильно отстает сейчас технический монитор. А нет, вот 26 экипаж. Это была 28 машина, друзья, прошу прощения. Это Густаво Яково, но он сейчас находится следом за Ричардом Брэдли. Не обратил внимания на номер, прошу прощения, уже привык, что у нас две этих машины сражаются. Но сейчас Роман Русинов побывал на Петвине, однако у него было уже достаточно большое преимущество над Брэдли. Посмотрим, где он вернется обратно на трассу. Ну а синей атак Альпин сейчас выходит на третью позицию вновь. На чем потеряно время и контакт здесь был с 28 экипажем. G-Drive Racing похоже. Но здесь нет. Ну, что это такое? Неправ, конечно же, совершенно здесь был Ричард Брэдли в этом сражении. Стало очень поздно закрываться в сражении с Густаво Якоманом. Может быть, попросту не увидел гонщика. В Олимпи 2 преимущество Романа Русинова над Вансаном Капиллером составляет 36,7 секунды. Ну и дальше там очень серьезно уже практически на целый круг от Рома Русинова оставит Ричард Брэдли. В какой-то момент в этой гонке казалось, что у KCMG большое преимущество. И что они быстрее G-Drive Racing. Особенно в тот момент, когда Брэдли очень прошел Романа Русинова на трассе. В середине гонки у них и вовсе было большее преимущество. Но это автогонки на выносливо. Здесь борьба идет до самого конца. И до самого конца ничего не ясно. И сегодня мы увидели... ...как экипаж G-Drive Racing вернулся обратно на лидирующие позиции. Но из машин команды Extreme Speed Патрик Пелли у нас по-прежнему оказывает давление на Джеймса Калада. А здесь другое сражение. И возможно сегодня мы сразу два экипажа команды G-Drive Racing увидим на подиуме. Потому что Густаво Якоман оказывает давление на Ричарда Брэдли. И здесь опять же это сражение имеет большое значение в общем и целом для нашей команды с точки зрения турнирной таблицы. Напомню еще раз, что Русинов Бёрд и Каналь уступали Брэдли и Хоуссу на 14 баллов накануне этой гонки. И сейчас Русинов Каналь и Бёрд виртуально идут соответственно на 25 очков и только на 15 в KCNG. И до 4 очков в преддверии следующего этапа могут сократить отставание в G-Drive Racing. Однако, хотя есть еще и балл за полу, так что уже до 3. И соответственно, если сейчас еще одна позиция будет потеряна, то тогда сравняются по очкам. Вот сейчас виртуально именно это происходит на линии старта и финиша. За счет обгона сравниваются по очкам пилоты 26-го экипажа G-Drive Racing и 47-го экипажа KCNG. Но нет, пока что KCNG остаются впереди, а это значит, что третья позиция и 10 очков они виртуально все-таки сейчас проигрывают экипажу Романа Русинова. И все-таки 9 уже, потому что у 26-го экипажа был балл за полу позицию. Мы видим, что в Porsche по-прежнему просто за 10 минут до финиша, как и здесь. Напомню, что это сражение за третье место в Олимпе 2, но в категории GT Pro мы наблюдали в борьбу за вторую позицию. Мы видим, что Брэдли отбил все атаки. И опять же, друзья, если мы расчеты верны, напомню, что... В случае, если Якоман все-таки сможет пройти Ришарда Брэдли, то тогда экипаж Романа Русинова, Сама Берда и Жульена Канале по очкам, если я правильно рассчитал, должен сравняться в турнирной таблице Филиппе Диране и мексиконец Рикардо Гонзале. Сам напомню, Густаво Якоман из Колумбии. И здесь продолжается борьба, вот она, атака Якоман против Брэдли, бок о бок, несколько поворотов, но не удается выйти вперед здесь гонщику нашей команды. Какое великолепное сражение, мы сейчас, я думаю, точно так же, как Дюма и Лип наслаждаемся этой борьбой, болеем, конечно же, за нашу команду. Роман Русинов лидирует, ну а здесь другое сражение другого экипажа, и мы видели, что уже вышел вперед Якоман, но ошибся, к сожалению, на торможении перед первым поворотом, и до контакта доходят в стене сейчас, в стене находится КСМЖ. Невероятная развязка этой гонки в категории ЛМП-2. Главные соперники Романа Рузинова, самобертый Жульена Канале сейчас на обочине, на разбитой машине. Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить такой исход? Но я думаю, что сейчас и особенно от язвительных английских журналистов пойдут некоторые здесь заявления, может быть, о какой-то нечестной борьбе. Но мы видели, что это была честная борьба, очень пылкая, и здесь не было никаких попыток преднамеренно вытолкнуть 47-й экипаж. Это была напряженная борьба, которая шла много кругов, и здесь было почти то же самое, что было ранее у Русинова с Брэдли. Брэдли резко закрыл внутренний радиус. Якоман стал перемещаться на левую сторону, но там не хватило тех сантиметров, которых тогда хватило Роме Русинова, и в итоге дошло до контакта. Но возвращается на верхнюю ступень бедестава почета, и вот Роман Русинов! 11-я победа в истории команды G-Drive Racing, и третья в этом сезоне. Роман Русинов, Сэм Вёрт и Жульен Каналь захватывают лидерство в турнирной таблице, несмотря на сложный лиман, несмотря на сложности. На Нюрнбург-ринге вторая подряд победа, и третья в этом году для G-Drive Racing. И что же, дубль для нашей команды. Нет, не дубль, но обе машины G-Drive Racing на подиуме. Синотек Альпин финиширует на втором месте. Лучший результат в этом году для...